Здравствуйте, это Павел Судырин, факультет ВМК МГУ. Доклад про спецкурс по Python. Спасибо за возможность выступить в удаленном режиме, потому что, к сожалению, не получилось. Совпала конференция с экзаменом на факультете. Немного контекста. Аудитория факультет ВМК, студенты 1 по 5 курс, и от 100 до 30 человек ходила в течение семестра, потом поменьше стала, да? Сдало и получил свою оценку 62 человека. Многие старшекурсники работают и используют Python, поэтому, естественно, они прибежали получить свой спецкурс на халяву. Также, я думаю, что поскольку язык достаточно модный, то люди просто, многие пришли на слово Python. О, давай посмотрим, послушаем. Лекцию читал Георгий Курячий в рамках традиционного проекта Unix. Насколько я знаю, он сейчас должен быть среди вас, поэтому по содержательной части курса мучайте его. О спецкурсе. Мы выбрали Python 2, а не 3, ну просто потому, что так было быстрее с точки зрения освоения. Завели страничку на сервере проекта Unix, куда выкладывались планы, домашние задания и записи лекций. Формат лекций — это практическая работа с Python, с демонстрацией экрана и командным интерпретратором. Вот небольшой пример. Давайте вот что сделаем. d.ugu, 1, 2, 3. Изменим поле класса. Напишем c.ugu равняется, ну там, ку-ку наша любимая, да? d.ugu, c.ugu. Да не гук, угу. Видите, я изменяю поле класса, и из объекта видно это поле класса, потому что его видно. Но мы можем взять и занавесить поле класса полем объекта, и написать что-нибудь типа c.ugu равняется, ну не знаю, нет. Статистика показала, что где-то сотня-другая просмотров за неделю, в принципе, набиралась к следующей лекции. То есть люди смотрели. Тематический состав курса достаточно стандартный для курса по Python на начальном уровне, и по каждой теме почти выдавалось домашнее задание. Например, написать программу, которая вводит два объекта Python, выводит первый ненулевой из них. И пример входных данных для этой программы, и правильных выходных. Также на более поздних этапах, когда появились классы, появился другой тип задач, который предполагал написание не программы, а модуля, который экспортирует некоторое имя. Например, класс dot, позволяющий задавать точку, вызывать какие-то методы и так далее. Здесь в качестве примера давался код на Python, который импортирует модуль по имени mod, и читает внутри него некоторое имя, и его использует. И на выходе этот код что-то печатает, соответствующее правильному поведению класса. То есть мы имеем два вида требований к задачам. Вход-выход и модульные требования. И мы плавно переходим к теме, собственно, проверки домашних заданий, которая производилась с помощью системы A-Judge. Эта система написана в факультете ВМК, автор Александр Чернов, и она достаточно широко используется для проведения олимпиад по программированию и поддержки практических курсов по программированию. Мы использовали факультетскую инсталляцию этой системы, которую администрирует сам автор, в рамках которой нам был выделен отдельный турнир в терминах системы, с которым мы и работали. Как выглядит работа с системой с точки зрения студента? Он выбирает задачу, которую он хочет сдать, нажимает на название и переходит по специально сформированной ссылке в систему, в которой, если это первая задача, он может зарегистрироваться, создать учетную запись, придать имейл валидный, и он получает пароль, который может записать, и сейчас же может зайти в систему. Дальше он подтверждает регистрацию, начинает участвовать в турнире, и с этого момента он может задавать задачи. Попробуем сдать первую задачу. Условия мы уже прочитали. Ну, напишем какую-то совсем непонятную вещь и попробуем ее сдать. Задача пошла на проверку. Ошибка выполнения. Значит, не скомпилировалась или выпало исключение. Окей. Что-нибудь напечатаем. Неправильный ответ на первом тесте. А первый тест всегда совпадает с примером из условия задачи. Окей, что там нужно? Ввести два объекта. Печатать. Первый, не нулевой. Хорошо. Так, неправильный ответ на третьем тесте. Что же мы могли забыть? Считаем условия. А, нужно печатать no. Хорошо. Отправили, выполняется. Окей. Задача полностью сдана. Теперь, как это выглядит с точки зрения администратора. Заходим в интерфейс администратора, мастера, контеста, и видим все посылки, которые приходили за всю историю контеста. Вот у нас их тут было изрядно. Посмотрим на исходник, который был прислан на первую попытку. Окей. Посмотрим на протокол тестирования. Ну вот, на таком входе задача должна была ответить вот это, ответила вот это. И это неправильно. Следующая посылка была вот такая. И она прошла первый тест, второй тест, и упала на третьем тесте, не напечатав no. Окей. И, наконец, здесь все тесты были пройдены. Посмотрим на настройки турнира. Общие настройки названия, условия участия и так далее. Задачи. Вот наша задача. AndOr. Идентификатор. Текстовое название. И тут важная штука. Программа, которая проверяет вывод программы и сравнивает его с эталоном для теста. В данном случае мы выбрали чекер, который сравнивает два файла с игнорированием пробельных символов. Посмотрим на тесты. Наша задача. AndOr. Тесты — это пара текстов. Отображены здесь с указанием перевода в строк. Их можно отредактировать. И, кстати сказать, тут видно, что они лежат в некоторых файлах, которые расположены в файловой системе. Это не случайно. Все настройки турнира лежат в определенном каталоге, который благополучно версионируется. Нам был также предоставлен SSH доступ в систему. В каталог турнира. Который благополучно положили под гид. И все работало. Немножечко о структуре. Значит, задача. Наша. AndOr. Собственно говоря, тесты — это входные и выходные под номерами. Теперь о втором типе тестов, которые нам удалось использовать. Вот задача Primitive.Dot на написание класса. Посмотрим, как она устроена в админке. Значит, наши тесты содержат не входные данные, а некий код, который должен выполняться, а не подаваться на фото программе. Это достигается тем, что мы дополнительную настройку добавляем в эту задачу StartCMD. Эта настройка была любезно добавлена автором системы по нашей просьбе, и она позволяет делать следующее. Через первый параметр получить имя файла, где лежит решение для проверки, импортировать его через стандартный модуль Imp, и запустить, собственно, тест, прочитанный со стандартного входа, в контексте, где имя мод связано с модулем, только что импортированным. Это позволяет, в частности, писать юнит-тесты полноценные, разве что нужно использовать специальный тест-раннер, который не будет на стандартный вывод печатать лишние информации. Таким образом, к лекциям Георгий готовил задачи, эталонные решения этих задач, варианты входных данных, на этой основе варианты выходных данных, и с помощью этих файлов обновлял конфигурацию турнира. Как мы анализировали результаты тестирования? В самой системе Judge не было готовых критериев, которые нам были нужны, а именно полностью сданные задачи, вовремя сданные задачи, ошибочные посылки, ошибочные на первом тесте и превысившие время выполнения. Поэтому мы попросту зашли в админку, выгрузили все посылки в CSV и обработали их с помощью скрипта на питоне. Загрузили в вазу SQLite, подготовили еще одну таблицу с задачами и сроками их сдачи, и сделали несколько запросов. Получилась табличка, которую мы отсортировали по разным критериям, посмотрели, кто решил 25 из 31 задачи, не слишком много посылок совершил всего, не слишком много посылок ошибочных на известном тесте и всего ошибочных, ну и таким образом расставили оценки. Вот небольшая статистика, очень много зарегистрировалось и даже начинал решать, но потом постепенно народ сдулся, вот из 73 человек мы проставили 53 оценки автоматом. Была еще одна категория студентов, которые не ходили на спецкурс или не успевали вовремя решать задачи, или просто хотели сдать его с нуля, и для них организовали специальную олимпиаду в сессию, благодаря которой поставили еще 9 оценок. Олимпиада представляла из себя еще один контест, который состоял из 5 задач к средней сложности на 4 часа времени. При простановке оценок в зачетке мы использовали два способа идентификации аккаунтов и студентов. Студент логинился в свой аккаунт на нашем компьютере, демонстрируя знание пароля, или же с e-mail, связанного с аккаунтом в системе, посылал нам письмо с определенным содержанием. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. И напоследок фраза, которую я случайно услышал от студента, когда он объяснял другому студенту, как сдать спецкурс. Ну что, правильно, у нас вышел на связь? Ну, сейчас мы его покручиваем, я так включусь прямо здесь, наверное. Пока вы выходите на связь, можете задавать вопросы мне, потому что вы планируете. В каком семействе это было? В том, что прошедшем семействе? Есть ли какие-то специальные моменты, что вы знакомы, дезинфицированы программы, которые что-то тут проверяли? Дезинфицированы что? Программы, которыми это проверялось. Это e-judge. Подожди. Была программа, которая сканировала вот эту же выду и так далее. e-judge. Нет. Был скрипт написан на питоне, который анализировал какую-то информацию и делал выводы о том, прошел студент или не прошел студент. Нет, это e-judge дело. e-judge, так, это функция, система проведения олимпиад по знанию e-judge. Скрипт на питоне, видимо, Павел... Просто нам только что объяснили, что ряда характеристик не было в e-judge, поэтому мы взяли просто row output, всю эту систему, и его проанализировали. У меня вопрос периодически, а не программисты. Понял. Через год можно будет получить доступ к этой программе? И уже сейчас нельзя получить. Значит, в Америке такого рода деятельность была невозможна. Да, это факт. Это факт. Значит, тут... Ну, я не знаю, это был... Я можно чуть поясню? Я не говорю, что это хорошо. Да, да, да. Я вот говорю, что это не очень хорошо, но я хочу пояснить. На самом деле, как выяснилось, главная проблема при проведении подобного рода занятий с контролем, это придумать адекватную форму контроля. Потому что мне сначала казалось так. Люди все пишут, решают все задачи, и поэтому они попадают на экзамен. Потому что они решили все задачи. Кто не решил все задачи, значит, он типа не знает, кто там. Выяснилось, что это не совсем так, потому что я не способен сформулировать такую задачу, которую идеально просто решать. Вот. Вот. И вот вся вот эта вот интерактивность работы со студентами, меня привело к мысли, что если человек вообще решил большую часть задач, то, скорее всего, он уже в теме. Вот. Потом у нас была идея строго контролировать переписывание друг у друга. Вот. Эта идея тоже провалилась. Как выяснилось, индивидуальные стили настолько различны, что люди либо копипастят друг с другом, либо можно даже глянуть одним глазом просто и видеть, что это написал другой человек. Вот. Вот. По этой причине это все внезапно выродилось в представлении автоматом. Да, вот эта вот ранжирующая программа была написана на колени и тут же забыта. Да. Соответственно, если это выносить на какой-то более официальный уровень, то эту программу придется включить в список. Вы это имели в виду, да? Да. Она должна быть как-то юридически зафиксирована. Да. Этого ничего не было. Потому что в любой такой программе есть ошибка. Да. Вы придете на студента. Который будет... Хорошо, если он ее заметит. Да. А если он заплачет и не... И побежит жаловаться. Да. Нет. Если он побежит жаловаться, это хорошая ситуация. А плохая ситуация, что вы недостаточно ответственно отнеслись и, соответственно, обидели человека и даже про это не узнали. Ну, в общем, да. Ну, кстати, у нас вот это вот Павел... О, Павел пришел. Ну, Павел давно слушает, кажется, нашу переграмку. А вас слышно, Павел? Павел, скажи что-нибудь. О! Неплохо. Ну, окей. Тогда я... Вот, докладчик. Стас, есть вопрос технический. Они взяли немножко уникшить Павла по размерам. У него очень большая голова. Нас всех пугает. Что? Держитесь. Черт, крепитесь. Вот этот Павел. Отодвините от экрана. Ну, и яркость, конечно. Знаешь, Павел? Тебе совет, если ты собираешься быть звездой чата, не делай свет сзади себя. А делай спереди. Да. Да, да. Делай спереди, освети свое лицо. Вот. По крайней мере, не надо делать черного человека вот этого самого. Наушников. Вот. Вот. Я, как-то, не могу выбирать освещение, но я просто показываю с помощью HD-камеры собравшуюся огромную аудиторию. Это просто фактически рок-концерт, рок-зал. Ну, уважаю. Надеюсь, качество таймера даст чему в это поверье. Да, вопросы закручены. А есть, кстати. Да. Дмитрий. Замечание, вопрос, что-то в этом роде. Дело в том, что хочется снять шляпу перед людьми, которые все-таки осилили использовать EDGE в учебном процессе. Вот это вот. Вон оно. Да, я понимаю. Потому что я живой пример человека, который не смог. Правда, мне нужно было всего лишь избавиться от ручной проверки задач на экзамене по ассемблеру, но кончилось у меня это тем, что я для этого за вечер скрипт написал, когда понял, что EDGE вышел в их сил. Поэтому, честно говоря, человек, который смог, по-настоящему круто. А вопрос в чем? Ну, по-настоящему, первый раз, когда я пытался поставить самостоятельно, было 3 назад, потому что мне просто проявляться. У меня что-то стало совсем непонятное. Я не смог найти ответ. Я спросил Чернову. Он мне не ответил. И, после этого, я подготовил эту систему. В общем-то. И сейчас-то, как-то, по-настоящему, скажу, если что-то произойдет. То есть, какой-то, может быть, был момент. Ну, поднимусь, например. Ну, для того, как у джаджи инсталляция, это главное только наши не любые джаджи. А что-то, ребята, всего лишь. А вот, 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 конец такой джаджи, который мне встретил. То есть, я не знаю, как у джаджи началось джаджи. Из вашей истории я сделал посвенный вывод, что в джаджи нет механизмов логинов каких-либо. Плагинов. 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 Я буду повторять. То есть, люди хотят расширяемость, хотят масштабируемость. А у вас... Нет, 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 нет. Подождите. Люди... Я задал вопрос. Вы там написали какую-то программу, которая чего-то делает. Как ее официализировать? Через какой-то output или есть какой-то, мог бы быть, какой-то стандартный механизм? Его там нет. Ничего, да? Ничего. Есть. Ну, в принципе, подменяюсь, что я понят. Тандартный механизм это STDI на STDAO. Учебный ящик. Плюс, в принципе, плюс добавлен в постольный механизм запуск любого скрипта, любого программа, которая там делает то, что ей нужно. Ну, наверное, в принципе, через этот механизм надо реализовать что угодно, но это такое как бы, можно программировать, оно нестанартизировано, очевидно. Ну да. У нас еще десяток таких вот способов проверки, да? Являются они плагинами или нет? Я не знаю. Я не разработчик. Ну, там, например, я увидел, что там есть чекеры, например, которые не проверяют этот текстовый файл у нас совпадение с форшинским до Red Space, а они сравнивают последовательные вещественные числа с заданных форшин. То есть, каких-то вещественных, которые, ну, и тогда какие-то тактики. Ну, да, кстати, мне не хватало, да. Они там есть. То есть, понимаете, там есть много разных инструментов для проверки. Тех, которых были, нам хватило, а которые не были, сделал Чернов. Являются ли это плагинами или это не плагин, а что-то еще? Я писать не могу. Это вопрос Чернов. Коллеги, еще вопросы? Это механизм, который делит ответственность между разработчиком и разработчиком и пользователем конкретного курса. Тех. Понятно, да? Я в этом смысле понимаю. Главное. Что-то, о чем заговорился Ширнов. А мне... Я так думаю, если бы я сам разворачивал неджач, то я бы сам к нему писал эти вот куски, являются ли они поддельные или нет, я не знаю до сих пор. И тем самым написанные вам на куски не имели бы никакого повторного использования. Почему? Зависит от кого я бы упал за отстриминал или нет. Потому что... Сам факт, это помещение куда-то, они мне нравятся, да? Вопрос в том, возвращают или не возвращают. Что еще мы сделали? Именно в тройке конкретно можно будет длировать. Мы знаем конкретно. Собственно, пользователя можно выгрузить. Затуски, посылки можно выгрузить. То есть все, что мы туда положили в эту систему, все, что вы вынимает и используется достаточно повторно. Если мы уже проблемными, чтобы вы уйти начали опросить. Проблема с тем, как EGIS, состоит не в том, что они плохо повторно использованы, а в том, что у них очень сложный дипломинг, как сейчас в этом, Дмитрий, да? Да. Это я еще раз... И их не нужно ставить на каждый грузовский компьютер. А вот если каждый себе решал, тогда бы она облила. В стокии и намного неочевидного играет в интерфейсе, еще меньше, очевидно, в интерфейсе системного команды. Стокии и текстовых компьютерных файлов. Не полную документацию, неочевидное поведение, и все такое прочее. То есть такая тяжелая система. Ну, в принципе, у нее как бы видятся определенные такие паттерны характерные, которые, наверное, можно как-то спакетировать. Теоретные или легко используем образовательные статисты. Павел, я не знаю, если ты, как вы, настроение на лицах, боюсь, нет. Но я тебе скажу так, вот, знаешь, вот твоя продажная такая тирада, она плохо продает пока. Так, коллег, есть еще вопросы? Павел, спасибо. Спасибо, Павел. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, я могу вас пригласить на фуршет, но вы... АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕРЕДСТРЕЛА ПЕРЕДСТЫВАЛЛЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ГРУНТ Продолжение следует...